Донецкая народная республика Симбирская епархия помогает вынужденным переселенцам с самого первого дня их прибытия. Вот и сегодня проходит экскурсия для детей и взрослых в главный храм Симбирско-Ульяновска – кафедральный Спасовознесенский собор. Гостям интересно все. В каком веке был основан город Симбирск, когда был построен и освящен Спасовознесенский собор, какие святые здесь когда-то жили и чем прославился святой блаженный Андрей Христа ради Юродивой. Взрослые вместе с детьми прикладываются к мощам святого Андрея Симбирского и просят о том, чтобы были живы их родственники, и скорее наступил долгожданный мир. Они не спешат уходить из собора и просят немного постоять и помолиться на службе. Сейчас для них это особенно важно. Следующим пунктом экскурсионного маршрута стало посещение православного молодежного центра при Кафедральном Спасовознесенском соборе. Во время чаепития жители Луганской народной республики не могут сдержать своих слез и делятся наболевшим. А еще беда в том, что вот сейчас они их освобождают, Рубежная, Мариуполь, и они нас не понимают. У них вопрос, за что нас? А за что нас 8 лет? У меня лично дом разбили, у меня семья распалась, мне пришлось уехать оттуда. И это все за 8 лет. И это настолько страшно. Вы не можете себе представить, у меня вокруг дома 10 градусов ленту. Вот 7-10 метров, 100 метров. Вот эти вот здоровенные болванки летели. У нас так сад обрезали, одни пенечки остались. Надеемся, что Россия поможет нам. Тяжелый рассказ прерывают дети. Они просят не говорить о грустном. Им не терпится узнать, что еще предстоит сегодня увидеть. Взрослые, как и ребята, искренне радуются подаркам, открыткам, книгам и иконам. А еще сладостям, которые они смогут забрать с собой. Сегодня мы проводим совместное мероприятие с Общественным народным фронтом и Федерацией спортивной и боевого самбо города Ульяновска. В День Благовещения мы пригласили людей, беженцев из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, для проведения покрасной тренировки, обучающей на территории епархии, для экскурсии по храму кафедральному нашего города Симбирска и рассказа о том святом, который здесь проживал. Это наш святой Блажен Андрей. Гостей уже ждут в спортивном клубе «Муромец», который также действует при кафедральном соборе. Тренеры Олег Усов и Василий Важаев проводят показательные выступления и демонстрируют ребятам оборонительные приемы из боевого самбо. Правда, мальчишкам хочется просто поиграть и побегать, чтобы отвлечься от того, что совсем недавно им удалось пережить. Мальчик Миша совсем не детской серьезностью. Вопрос о том, что происходит в его родном городе, отвечает коротко. У нас там сильно бомбят. Я сегодня была в спортзале и в храме. Там мы молились, говорили, чтобы на нашей родине был мир. Жительница города Краснодона Луганской области Ольга Скомарохова признается, что ждала эту экскурсию. А посещение храма придало ей и другим гостям надежды и сил. Дай Бог вам всего хорошего. Я всю жизнь вас буду помнить. Как вы встречаете нас, как вы с нами, как вы нас отогреваете. Я хочу, чтобы наши ребята, ваши ребята российские, наши ЛНРовские и ДНРовские, чтобы они быстрее домой вернулись, чтобы они живы были, чтобы жены их не плакали, чтобы их не дети дождались, маму и папу. Я хочу мира. Всем. 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 Хочется верить, что горячая молитва этих людей, перенесших многие тяготы, будет услышана. И мир между братскими народами воцарится в скором времени. Сергей Николаев, Владимир Бучинский, Владислав Ролов, Симбирская митрополия. Псалтирь, Часослов, Апостол. Эти названия богослужебных книг нисколько не пугают юных участников конкурса церковных чтецов, который каждый год проходит в Симбирской епархии. Ребята с нетерпением ждут возможности продемонстрировать навык чтения на языке храмовых богослужений. Делать это нужно громко, четко и желательно без запинок. Это же не просто сам конкурс по себе. Эти ребята, которые научатся читать, они читают у себя на приходах. Также часы, также псалтирь, любое то чтение они читают у себя на приходах, вовлекаются в обычную приходскую жизнь. Поэтому это очень такой прикладной конкурс, можно так даже выразиться. Родители и педагоги всячески поддерживают юных конкурсантов. Они также отмечают пользу этого конкурса. Во время подготовки к конкурсам дети более тщательно, более подробно изучают и священное писание, в данном случае псалмы, например, часослов, шестопсалмы, что такое. То есть они узнают много нового. То, чего мы можем не успеть дать на уроках нашей обычной практики в воскресной школе. Они тут более углубленно изучают. Это вообще очень огромный плюс и здорово. А во-вторых, они общаются с единомышленниками, с ребятами. Они понимают, что они варятся не только в саку собственной школы, но и видят таких же ребяток из других, из соседних воскресных школ. Вместе общаются, взаимодействуют, дружатся, находят какие-то контакты. Ну и опыт участия в конкурсах – это тоже такой замечательный опыт, чисто психологический. Конкурс чтецов на церковно-славянском языке проходит два этапа. Первый, приходской уровень, прошел в феврале в рамках Олимпиады воскресных школ. Дети младшего возраста читали вслух на церковно-славянском языке «Три святое по отче наш», дети старшего возраста читали «Девяностый псалом». По итогам состязаний юных чтецов были определены победители в младшей и старшей группе. Члены компетентного жюри – священнослужители Симбирской епархии и певчие храмов. Участниками финала стали победители из двух епархий – Симбирской и Меликесской. На заключительном этапе состязаются 22 конкурсанта из 13 воскресных школ в двух возрастных группах. Ученики воскресных школ приступают к чтению богослужебных книг. Кроме того, они должны ответить на два вопроса от членов жюри и объяснить значение прочитанных отрывков или отдельных церковных понятий. Кто-то из участников заметно волнуется, а кто-то, напротив, абсолютно спокоен. И пока перед членами жюри стоит непростая задача по определению победителей, есть возможность немного перевести дух. Наконец, итоги подведены и оглашены. Определены имена шести лучших в этом году чтецов по три в младшей и старшей группах. Все участники получают грамоты и ценные подарки от отдела религиозного образования и катехизации Симбирской епархии. Кроме того, победители смогут прочесть богослужебные тексты на церковнославянском языке на архиерейской литургии. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, с самого младенчества, ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев хрестили и сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом – и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове «крещение», в корне этого слова лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, кто любит меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, вслед меня идет. Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что «зачем вы меня крестили?» Если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего, для чего меня крестили, зачем? Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже из меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так, все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к кресту, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и тот же самый младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру, да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера, она моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны со своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, потому что, если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемой паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По-плоскому рождается от родителей, да, и по-духовному – это от Господа через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok